Девушки отдыхают Полуобнаженные девушки, блеск перьев, рев футуристических машин и гигантских инсталляций И, конечно же, зажигательная самба А еще титаническая работа Год репетиций, огромные деньги, новые возможности для бедных и опасные будни для полицейских Осталось три дня до начала грандиозного шоу И мы собираемся посмотреть на это событие изнутри Чтобы рассказать вам все тайны главного карнавала на планете Карнавал в Рио-де-Жанейро Самое масштабное шоу на планете Его ждут не меньше, чем чемпионат мира по футболу И через несколько дней карнавал в буквальном смысле накроет своей волной весь город Мы здесь для того, чтобы показать вам изнанку этого шоу И то, что скрыто от глаз туристов Поверьте, здесь есть на что посмотреть Самое дорогое шоу планеты проходит один раз в году В Рио-де-Жанейро На специальной арене, которая называется Самбодром Самбодром – это такая улица, предназначенная специально для больших массовых мероприятий Но, по сути, исключительно для карнавала Длина 700 метров, по бокам трибуны Смещает 75 тысяч зрителей А вот это, друзья, самые блатные, самые крутые центральные места Которые находятся буквально на расстоянии вытянутой руки от танцоров Только попробуйте догадаться, сколько стоит одно вот такое кресло на один вечер Тысячу долларов Самые дешевые места где-то по 100 долларов Вот в таких секторах, где нужно стоять или сидеть на вот таких бетонных ступеньках Обычно люди стоят, естественно, срывают голос Все как на футбольном матче Кричат, танцуют, поддерживают любимую команду Всего в карнавале участвуют больше 100 тысяч человек В каждом танцоре костюм стоимостью от 500 до нескольких тысяч долларов Расходы на праздник колоссальные Но наплыв туристов настолько большой, что городу удается хорошо заработать на этом шоу В среднем каждый год карнавал в Рио-де-Жанейро приносит Бразилии 2 миллиарда евро, друзья Да, это реальная цифра, поэтому мероприятие действительно прибыльное С одной стороны, именно государство оплачивает весь этот банкет За государственные деньги строятся эти конструкции Тратятся миллионы долларов на костюмы и на все остальное Но при этом прибыль несопоставимо больше Карнавал – это прежде всего соревнование школ самбы В Бразилии нет ничего престижнее, чем получить кубок карнавала Чтобы попытаться завоевать его, танцоры готовятся целый год А их мастерство оценивают 36 судей А вот в ложе жюри, здесь мы можем увидеть, по каким параметрам оценивают танцевальные школы Первый человек, которого здесь оценивают – это знаменоносец Красивая девушка, которая несет знамя танцевальной школы Всего девять категорий Оценивается исполнение самбы, раскрытие сюжета, костюмы Художественное оформление карнавальных платформ Точность и ритм ударных Гармоничность всего выступления И общая сплоченность школы Очень скоро мы увидим, что здесь будет происходить А пока проходят последние приготовления Вот, пожалуйста, мужчина отметил самый центр самбодрома Серединка написана Еще во время карнавала здесь всегда присутствует порядка 15-20 тысяч аккредитованных людей То есть это сотрудники, которые выполняют ту или иную работу А всего во время карнавала в Рио появляется 250 тысяч дополнительных вакансий Работы очень много Скажите, для чего красим асфальт? Вечером при мощном освещении от белого фона будет отражаться свет И когда выйдут танцоры в блестящих костюмах Все будет сверкать и выглядеть очень красиво Вот так Супер! Объявляю вас победителем карнавала Здесь карнавал начнется только через несколько дней Но вы не представляете, что уже творится в городе и какой там карнавал Пойдем посмотрим Карнавал начинается на улицах Рио Туристов съезжается так много, что власти вынуждены перекрывать все центральные дороги города Рио превращается в город-праздник Даже те, кто просто гуляют по улицам, в эти дни надевают яркие костюмы Перевоплощаются в безумные образы и веселятся с ночи до утра Есть люди, которые одеты словно из секс-шопа Многие жители бедных фавел получают возможность надеть яркие блестящие наряды Которые выглядят дорого А богатые люди ходить по городу в одном только белье Все запреты и ограничения в эти дни отменяются Мужчины переодеваются в женщин и наоборот Все перевернут основ на голову Такое ощущение, что ты попал в другую реальность На самом деле, друзья, карнавал проходит не только на самбодроме Он больше недели проходит практически в каждом районе Рио-де-Жанейро Это так называемые блоки, на которых собирается до 2 миллионов людей И все они очень красиво наряжены в ярких костюмах, яркими аксессуарами За время карнавала в Рио-де-Жанейро проходит более 500 вечеринок Можно просто открыть расписание и каждый день десятки патий в разных районах города Просто приходишь, наряжаешься во что-нибудь красивенькое Ушки, дождик, бусы, какие-нибудь аксессуары, перья, например И можешь отрываться на полную Считается, что карнавал в Рио-де-Жанейро самый массовый на планете Это карнавал, в котором принимают участие больше всего людей Рекорд 5 миллионов человек В каком-то году так было Дело в том, что здесь участниками карнавала считаются не только те, кто на самбодроме Но и те, кто участвует вот в таких уличных блоках Девчонки, привет! Привет! Девочки, а почему стакан на веревочке? Чтобы не упал Вот так, друзья, чтобы стакан не упал, люди фиксируют его на веревочке Пойду тоже поищу, куплю Здравствуйте Сколько стоит стаканчик? 5 реалов А почему очень многие носят стаканчик на шее? Зачем это делается? Чтобы не потерять Я думал, для того, чтобы не засорять город Нет, здесь же целый день все пьют И стакан должен быть всегда при себе Вот так, друзья, приятное с полезным И красиво, и город не засоряется И люди всегда со своим стаканом Потому что все-таки это праздник веселья И праздник вот этого дела Бригада Все, теперь я чуть больше похож на настоящего участника карнавала Очень многие мужчины одеваются в женщин Привет, пацаны Абсолютно бесполезно разговаривать Можно только общаться, во-первых, из-за шума Во-вторых, из-за состояния людей Простыми, понятными какими-то штуками для таких вечеринок Выпьешь? Выпью Нравится? Нравится Уважаешь? Уважаю Самое прикольное, что здесь вот в таком пьяном угаре можно встретить не только молодежь Можно встретить директоров банков Топ-менеджеров крупных компаний Здесь все смешались в кучу Вообще карнавал это такое время, когда отменяются абсолютно все запреты, ограничения, условности Абсолютно все люди равны И можно делать абсолютно все Девочки, вот мне интересно, вы кем в обычной жизни работаете? Парикмахер Я медсестра Я секретарь Медсестра, секретарь, парикмахер Вот так преображаются девочки Очень приятно вас встретить Девчонки, чем работаете? Я работаю в лотерее Я воспитательница в детском саду Вот это, друзья, воспитатель в детском саду Вот как преображаются люди Удачи, девчонки, давайте Атмосфера невероятная Все счастливы и каждый хочет с тобой пообщаться Можно? Заберу Можно Обригадо. Все, теперь я полноценный участник карнавала, потому что без ушек, без рожек невозможно просто. О, все, забрал. Фонни. Обригадо. На самом деле, друзья, все это безумие продолжается 13 дней подряд. Начинается задолго до карнавала. И продолжается еще после его завершения, после объявления результатов. Где-то украли рожки. Где-то в 7 часов, в 8 часов утра люди уже выходят на такие вечеринки. Проводят на них где-то до часу дня, до двух дня. А потом отправляются поспать часов до пяти. В 5 снова выбираются на улицы и гуляют уже до утра. Трансляции танцев смотрят по телевизору. Но это не всем надо. Очень многим кайфовее просто поплясать, потанцевать. Конечно, очень популярный и любимый стиль фанки. Это музыка фавел. И девчонки вот так выставляют попы и трусят ими. В общем, друзья, если вам не повезло достать билеты на карнавал, или они слишком дорогие, то хорошенько погулять и стать полноценным участником карнавала можно абсолютно бесплатно на вот таких тусовках. Очень много полиции и военных, потому что пытаются изменить имидж Бразилии и сделать так, чтобы как можно меньше было происшествий. Спасибо, спасибо. Цветочек подарили. Вообще класс. Уличные блоки всегда заканчиваются стандартно. Появляется целый взвод полицейских и всех разгоняет. Потому что сам народ не уйдет никогда. Будет пить неделю подряд. Когда время вечеринки подходит к концу и нужно открывать дорогу общего пользования, десятки полицейских машин иногда вот так вот движутся на людей с сиренами и говорят, пора расходиться. На самом деле действительно пора расходиться, потому что уже практически полдень, и людям нужно выспаться перед вечерними гуляниями. В городе все продумано. Днем, после каждой вечеринки, на дороге выходят уборщики и приводят город в порядок. За один день они вывозят по 10 тонн мусора. Вечером сюда снова вернется праздник. Все снова будут пить, хулиганить. Но в течение рабочего дня, где-то часов с 12, часов до 5 вечера, здесь снова появится автомобильное движение. И так каждый день. Это просто невероятно. Девчонки, мужики, вот вечеринка закончилась. А вы будете дальше делать? На пляж. На пляж. Пич-пич. А после пляжа? В отель заниматься сексом, а потом опять на карнавал. Вечеринка закончилась, мы на пляж. Потом мы в гостинице заниматься сексом, а потом на карнавал. Вот такой круговорот. Ну что, друзья, вечеринка закончена. Полиция всех разогнала, народ бежит на пляж, отсыпается и готовится к вечернему карнавалу. А нам время позаботиться о том, чтобы посмотреть на все это дело посерьезнее. И изнутри, и с изнанки. И попробовать пробраться на самбодром. Единственный способ вступить на арену – стать участником карнавала. Для этого нужно войти в состав одной из 14 легендарных школ самбы, которые совсем скоро будут соревноваться на самбодроме. Прямо сейчас я прибыл в сердце карнавала в Рио-де-Жанейро. Это город самбы. Посмотрите, вокруг меня везде гигантские павильоны и ангары. Город самбы размером с 10 футбольных полей. На строительство ушло 26,5 миллионов долларов. Здесь находятся 14 огромных павильонов, где школы самбы готовятся к параду. Тайно создают скульптуры, гигантские машины и шьют карнавальные костюмы. Так, чтобы никто из конкурентов не увидел. Каждый из этих ангаров принадлежит одной из топ-танцевальных школ. Многократных чемпионов карнавала в Рио-де-Жанейро. Именно там, за этими воротами, в атмосфере полной секретности готовятся декорации, костюмы. И все это тайно вплоть до выхода на самбодром. Я сейчас направляюсь в сторону легендарной школы Верадура. И именно ее участником я хочу стать в этом году под ее флагом красно-белым выйти на самбодром. Верадура – одна из самых старейших школ самбы. Ей 73 года. Она много раз попадала в число призеров карнавала. Правда, последние годы ей катастрофически не везет. Она даже была на грани развала. История этой школы просто невероятная. Она была суперуспешной и популярной. До тех пор, пока несколько лет назад, здесь не поймали на коррупции президента, который воровал бюджетные деньги и не давал коллективу развиваться. Директора уволили, но школа фактически развалилась. Но в этом году у школы Верадура есть все шансы на победу. И все потому, что здесь сегодня звездный наставник. Паула Баррус – это человек, который предвестник победы. И его пригласили на работу в эту школу, чтобы подарить ей второй шанс на звездную жизнь. И вот мы возле хода сразу видим очень модную купешку, крутой Мерседес. Это, конечно же, мэр с Паула Барруса. И сейчас мы зайдем и попробуем пообщаться с этим человеком, попроситься к нему в команду. И, возможно, тоже прикоснуться к этому триумфу и успеху, возрождению легендарной команды. Класс. Вот, друзья, сердце карнавала. А вот и Паула Баррус. Я бы сразу узнал. Паула Баррус, здравствуйте. Большая честь с вами встретиться. Спасибо, мне тоже очень приятно. Паула Баррус – легендарный карнавалецка. Или, простыми словами, режиссер и постановщик шоу на карнавале. Он четырехкратный чемпион карнавала. Именно благодаря его креативным идеям школы занимали первые места. Баррус известен нестандартным подходом, инновациями, смелыми и даже скандальными идеями и решениями. Он считается самым известным, крутым и дорогим специалистом в этой отрасли. И лучше всех знает тонкости организации этого масштабного праздника. Поскольку в среднем обходится один год подготовки для того, чтобы один день блистать на самодроме? Одна школа тратит около пяти миллионов реала. А вообще карнавал окупается? Для школы это не прибыльное дело. Даже когда мы побеждаем, весь выигрыш уходит на покрытие затрат. А есть какая-то система бонусов и премий для команды, которая победила? Какие-то награды? Или только, как говорится, почет и уважение? Есть только одна премия. В последний день карнавала, когда проходит парад чемпионов, шесть лучших школ получают вознаграждение. Деньги от сбора кассы за билеты. И делят эту сумму между собой. Вы, наверное, как никто другой сможете идеально сформулировать, что такое карнавал для Бразилии. Карнавал – это уникальный феномен. Это некая магия. Вот, собственно, это и есть главная цель, с которой я к вам пришел. Я пришел с просьбой. Я хочу стать частью этой магии и почувствовать лично, и показать десяткам миллионов наших телезрителей, что такое карнавал изнутри. Для меня это будет большой честью. Я с удовольствием приму тебя в нашу команду. Пойдем, выберем тебе костюм. Я счастлив. Спасибо огромное. Бригада, мы уже идем выбирать мне костюм. Представляете, я стану участником карнавала в Рио-де-Жан-Вера. Карнавал – не просто костюмированный парад, а полноценный театрализованный спектакль. У каждой школы есть тема и сюжет выступления, которые раскрываются с помощью песни, танцев и декораций. Побеждает та команда, которая сделает это наиболее зрелищно. В этом году тема Верадура – детские сказки. Главная идея – возрождение детской мечты, наивности и чистоты. Смотри, на этой стене расположены все персонажи парада в порядке их выступлений. Каждую группу танцоров замыкает карнавальная машина. У нас 8 машин и сотни человек в костюмированных группах. В вашей команде через несколько дней сколько будет человек? Вы уже знаете? У нас примерно 3200 участников. Мы, кажется, уже договорились, что 3201. И, кстати, у меня идея. Наш оператор Саша, его тоже очень любят зрители, он полноценный участник программы. Давайте мы с ним вместе выйдем на карнавал, и будет 3202 участника. Дай камеру, Саша. Да, конечно. Спасибо. Добро пожаловать к нам в команду. Саша тоже участник карнавала. Класс. Я бы предложил вам вот этот образ. Он из блока ночных персонажей. Граф Дракула. Дракула. То есть я буду вампиром? Я. В принципе, вы знаете, учитывая, что моя фамилия Комаров и кличка Комар, а Комар это Кровосос, то есть вампир мне подходит. Отлично. Вы знаете, еще в карнавал это, безусловно, танцы, правильно? Я должен буду танцевать? Непременно. Я вам просто поделюсь своей бедой. Я был в Украине участником программы «Танцы со звездами». Международный проект. Знаете наверняка? Да. Ну, в общем, я был самым худшим танцором. Надо мной вся страна смеялась. Если честно, я тоже плохо танцую. На самом деле это не сложно. Не волнуйся. Толпа потащит тебя за собой. И у меня есть человек, который научит тебя. Здравствуйте, Дима. Карла сделает из тебя конфетку. Карла, я буду рад с вами работать. Уже сразу заочно говорю. Сейчас померяешь костюм, а позже порепетируем. Супер. Ух ты, ничего себе. С ума сойти. Класс. Представляете? Вот такая шляпа. Это штанишки, я так понимаю. Да. Вот такой у меня прикидик. Друзья, вы должны посмотреть на Александра Дмитриева. Должны. Посмотрите на этого супер-мега танцора. В цветных носках, как всегда. Давай. Самбо. 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 Сашка хорошо танцует. Отлично. Бедрами, бедрами. Как говорит Влад Яма. Так. Карла, что дальше? Давайте теперь облачать меня в супер-бампира. Это пояс и вот такие элементы на ногу. О, манжеты. Я такой красивый граф Дракула. Теперь самое интересное. Плащ и корсет. Графа Дракулы. Оп. Вот так вот. Главное, чтобы костюмчик сидел. Шляпа. Ух. Супер. Смотрится, наверное, потрясающе. Я сам себя не вижу. Это все? Еще крылья. Нормально, Сань? Супер. Вот, друзья, такой образ вампира, кровопийцы. И теперь мы переоблачаем оператора Александра Дмитриева. Саша, давай мне камеру. Оп. На самом деле, друзья, для нас это подарок судьбы, потому что журналистов и операторов, особенно фотографов, не допускают на самбодром. Запрещено. Не может быть никаких камер, штативов на самбодроме, только участники. И самая наша главная задача сейчас спрятать камеры и стать первыми журналистами, которые снимут карнавал изнутри. Еще никто не снимал его, прямо находясь в команде, потому что это запрещено. Но если оператор – участник карнавала с таким бантиком, он, конечно же, может все снять. Примерка закончилась. Костюмы, как для нас, шили. Теперь важно достойно в них выступить. Другой неизменный элемент карнавала – гигантские платформы, на которых выступают танцоры. Это самая сложная и дорогая часть подготовки к празднику. Конструкции до начала карнавала держат в секрете. А в ангары никого не пускают. Нам разрешили их снять только после личного разрешения Паула Барреса. И только потому, что программа выходит в эфир уже после праздника. Сейчас мы будем допремьерно осматривать декорации. Все эти машины построены на основе грузовых автомобилей. Конструкции невероятно тяжелые и объемные. Готовая композиция может достигать 15 метров в длину и больше 8 метров в высоту. На вершину этого произведения искусства декор устанавливают уже на улице с помощью подъемного крана. Это полка волшебных книг. Но то, что ты видишь сейчас, на карнавале будет выглядеть совсем по-другому. То есть он должен все раскроется? Да. Вот скелет вижу такой гигантный. Что он символизирует? Идея для этой машины основана на легенде про корабль-призрак. Летучий голландец. Но многие элементы для него мы взяли из фильма «Пираты Карибского моря». Класс! Каждая машина – настоящий трансформер. С деталями, которые летают, светятся, крутятся, переворачиваются и помогают сделать шоу лучшим в мире. Павлабарс, это просто какая-то колоссальная работа на самом деле. Я смотрю и понимаю, что вы весь год над этим трудились, да? Да, практически весь год. Десять месяцев мы работали над этим проектом. Карнавал, без сомнения, самое сложное, дорогое и престижное шоу в Бразилии. Но главный его атрибут – это, конечно, танцовщицы. Для каждой бразильской девушки попасть на парад – это предел мечтаний. У тех, кто смог отличиться во время праздника, дальше начинается совсем другая – звездная жизнь. Королев и топ-танцовщиц школ, занявших призовые места на карнавале, знает вся страна. Их приглашают на телешоу. Они получают рекламные контракты. Выступают за границей. Поэтому за возможность стать участницей карнавала разгорается настоящая борьба. Самая почетная роль – это так называемые пасисты. Девчонки невероятно сексуальные и откровенные, в открытых нарядах, блестящих. И они приколывают к себе всеобщее внимание. Стать одной из пасистов – это мечта каждой бразильской девчонки. И мы разыскали одну из таких девочку, которая впервые в этом году выйдет на самбодром, реализовав свою мечту. Вот здесь живут. Красавицы-танцорши. Встретила меня семья танцовщицы по-простому, сидя на асфальте. Лариса, привет! Это Лариса. Ей 17 лет. Она выросла в очень бедной семье – фавелах Рио-де-Жанейро. Но все время мечтала, что однажды наденет роскошный карнавальный костюм, выйдет на самбодром и станет легендой карнавала. Лариса – одна из немногих, кому удалось пройти жесткий отбор школы «Вилла Изабелла». Но самое сложное – ждет ее впереди. Это ты та самая девушка, которая в этом году появится в этой роли сексуальных пассиштарских? Да. Ты счастлива? Конечно. Я до сих пор не верю. Давайте знакомиться. Вы, я так понимаю, мама? Как зовут? Да, Патрисия. Ой, а вы сестренка-близняшка? Нет, мы просто сестры. Похоже, очень похоже. Как зовут? Лаис. Боже, Лариса и Лаис. Патрисия, а вообще у вас сколько деток? Пять. Пятеро детей. Где все? Здесь рядом гуляют. Зовите всех, хочу вашу семью посмотреть. Как получилось, что ты стала избранной и попала на карнавал? Я сдала экзамен для танцовщиц, и меня выбрали. Как проходит этот экзамен? В тот день в отборе участвовало около 70 девушек. Я ужасно нервничала, думала, что у меня ничего не получится. Результат сразу не говорят. Я без конца проверяла инстаграм школы, чтобы узнать новости. И на следующий день они написали, что я прошла в команду школы «Вилла Изабелл». Я плакала от радости весь день тогда. Пока мы общались, к нам подошли братья и старшая сестра Ларисы. Как зовут? Клейтон. Клейтон. У тебя какой-то клей на голове, по-моему. Что это такое? Это краска. С ума сойти, в таком возрасте красят волосы. Вас как зовут? Валас. Келли. А внучка? Луис. Луис. Вот так. У вас очень красивая семья. А вот вопрос ко всем. Скажите, когда узнали, что Лариска прошла, как кто отреагировал? Я была так счастлива. Смеялась, плакала, прыгала. Не могла нарадоваться. Мы сдавали экзамен вместе, и я не прошла. Но все равно была очень рада за сестру. А ты в той же группе участвовала? Да. Обидно, наверное, очень. Конечно, обидно. Я сначала очень расстроилась. Но когда узнала, что хоть сестру взяли, то была счастлива. Как вы планируете провести день карнавала? Вы будете все сидеть возле телевизора и вот так держать пальчики? Не все будут у телевизора. Я, например, участвую в той же команде. В смысле? Вы тоже участвуете? А какая у вас роль? Да, да. Я буду индейцем. А мой муж в группе барабанщиков. Мама, папа и дочка все в одной команде в один день выступают на карнавале. Это рекорд. Пойдем покажу свой костюм. Класс. Сейчас увидим костюм. А заодно посмотрим дом, в котором живет будущая суперзвезда. Ух ты! Ничего себе! Какие перья! Это твои крылышки ангельские, да? Да. Это танцевальные туфли. Позолоченные такие сапоги открытые. Боже, какой шлем! Вот я когда вижу в таком бедном доме такие шикарные наряды, таких девчонок, в это тяжело поверить. Но на самом деле, друзья, на карнавале практически все девчонки, по крайней мере, очень многие, они родом из Фавел. И это шанс на абсолютно новую, другую сказочную жизнь. Если успешно пройти кастинг, попасть на карнавал и хорошо там выступить, можно отсюда выбраться. Лариса примеряет костюм, чтобы показать свою гордость во всей красе. А тем временем ее мать проводит для меня экскурсию по дому. Это чья комната? Это моя комната. Мы здесь с мужем, да? Да, мы с мужем. А это чья комната? Детей. Это обувь всех девчонок хранится, да? Да, еле поместилась. Здесь их гардероб, да? Это трудно назвать гардеробом. Часть вещей в обувном шкафу, и еще часть вот здесь. То есть здесь все спят, и Лариса тоже, да? Да. Да, Лариса спит здесь. А Лариса. А Лариса спит тут. Для остальных мы перед сном стерем одеяло. Семья живет очень бедно. Почти все сбережения они тратили на школу танцев для дочерей и костюмы для отборочных экзаменов. Лариса всю жизнь спала на полу. Но надеялась, что однажды наденет шикарный костюм и станет королевой карнавала. А пока танцует она только для соседей из бедных фавел, где правят люди с оружием. Королева фавелы. Просто это невероятно. Как красиво. Я впервые такое вижу. Ты знаешь, вот здесь это смотрится особенно контрастно в этом районе. Это невероятно. Ты, мне кажется, будешь самой лучшей на этом карнавале. Спасибо. Я, кстати, тоже участвую в карнавале. И оператор Саша участвует. Но мы в другой команде. У тебя какая школа? Вилла Изабелла. Вилла Изабелла. Это шикарная школа, друзья. И это серьезный конкурент. У нас Верадура. Но я буду болеть за тебя все равно. Спасибо. Пойду переоденусь. Жарко. Да, немножечко жарко. Конечно, переодевайся. Вот так вот, друзья. Конечно, когда видишь вот такие наряды в таких бедных районах, самых-самых бедных районах Бразилии, очень тяжело поверить в то, что это правда. Патрисия предложила нам скромные угощения. Мебели семье не хватает. Поэтому Патрисия сервирует для нас стул. Но бедность не помешала создать в этом доме теплую атмосферу. Чувствуется, что здесь живет дружная семья. Но так было не всегда. Расскажите про свою семью. Нас восемь человек. Дети, внук. Я и мой супруг Рикардо. Это мой второй муж. Он живет карнавалом и давно выступает за разные школы. Мы познакомились с ним три года назад на одной из репетиций. А с первым мужем вы разошлись? Да, мы прожили вместе где-то 18 лет. Но он очень часто избивал меня. Изменял мне. Ему было плевать на семью. Поэтому я развелась. Ваш нынешний муж. Танцы – это его хобби. А как он зарабатывает деньги? Он работает швейцаром в отеле. То есть вы все живете за его зарплату, да? Да, но я еще получаю помощь от государства. 270 реалов. Вместе с его зарплатой получается около 2000 реалов в месяц. Как же оплачивать танцы за такие деньги? Ну, то есть у вас очень скромные доходы по бразильским меркам. Как вы тянули танцевальную школу для дочек? Это очень, очень тяжело. Денег всегда не хватало. Мы часто просили руководства школы отсрочить платежи. Они шли нам навстречу только потому, что девочки занимаются там с самого детства. Какие есть перспективы? Если ты хорошо выступишь, если тебя заметят, как карьера может дальше развиваться? Перед пасистос открывается очень много дверей. Я знаю девушек, которые после карнавала уехали выступать за границу. И сейчас зарабатывают очень хорошие деньги. Ты хотела бы уехать за границу? Да, в США. Она очень хочет путешествовать, хочет увидеть мир. Однажды она спросила, «Мама, у тебя нет случайно 70 тысяч реалов, чтобы я могла с подругой поехать в США?» Я очень смеялась. Откуда у меня такие деньги? Меня поразило, насколько эта семья жизнерадостна, несмотря на очень сложные и жесткие условия жизни. Любовь, которая окружает своих детей Патрисия, действительно трогает. Как вы считаете, вы счастливая семья? Да, насколько можем, мы счастливы. А что такое счастье? Думаю, это точно не деньги. Счастье – это когда мои дети рядом, когда у них есть все, что я могу дать им, по мере сил. Мои старшие сын и дочь сами честно зарабатывают на жизнь. Младшие девочки занимаются танцами и делают успехи. И ни один из них, слава богу, не связался с наркотиками. Это большое счастье для такого района, как наш. Чего вы боитесь больше всего? Я боюсь умереть. И оставить моих детей без присмотра. Да, они уже не маленькие, но трое из них несовершеннолетние. Я хочу быть рядом, чтобы защищать их. Вы это говорите в ключе чего? Это фавелы. Здесь можно просто выйти в магазин за хлебом и попасть в перестрелку. Так не раз было со мной в районе, где мы жили раньше. Да и в этом. Когда в фавелу заходит полиция, это верный признак, что начнут стрелять и нужно прятаться. Это очень опасно. Дай бог, чтобы все было хорошо. Храни вас Бог. Вот сейчас пока Ларисы с нами рядом нет. Скажите, вот никто нас не смущает? Реально, что вы чувствуете относительно дочери? Она очень замкнутая. Это моя вина. Она с детства терпела побои отца и пряталась от перестрелок. Я всегда хотела дать моим детям что-то большее, но не смогла. Сейчас ее сложно научить быть открытой. Я ей все время говорю «улыбайся», но она постоянно молчит. Ну, как вы думаете, она поменяется после такого события? Оно не может пройти бесследно. Миллионы девчонок мечтают и не могут. Она смогла, она избранная. Именно это я ей говорю. Она, наконец, добилась такой возможности. Получила шанс на большое будущее. Надеюсь, карнавал поможет ей поверить в себя и в лучшую жизнь. От результатов карнавала напрямую будет зависеть судьба этой девочки. Поэтому последние два дня она усиленно тренируется. Мы с Сашей тоже оттачивали наш номер вместе с ведущей пасиста школы Верадура. Карлой, чтобы не подвести нашу команду. Хотя Саша Дмитриев и сам может устроить мастер-класс. Он, в отличие от меня, в детстве 9 лет профессионально занимался танцами. Вы смотрите, как он мочит, а? Ничего себе! Александр Дмитриев, оператор программы «Мир на изнанку». Смотрите, что творит. Как бедрами работает, а? Вот это талантище! А мне еще учиться и учиться. Ну что, я готов к карнавалу? Да. Ух, спасибо тебе, дорогая. До встречи на карнавале. Моя миссия на карнавале не настолько ответственная, как у Ларисы. Тренировка ее группы уже давно закончилась. Но она продолжает усердно заниматься уже сама. В пустом зале, когда все ушли. Ровно один день до карнавала. Последняя тренировка у Ларисы. Самая ответственная. Давайте понаблюдаем. Готова ли наша героиня? Мне кажется, она с каждым днем становится все лучше и лучше. Вы видели ее буквально позавчера. И явно прибавляет. Супер! Очень красиво! Привет! Привет! Настроение. Завтра карнавал. Как настрой? Боевой? Я счастлива. Но, если честно, я очень переживаю. Вот я зашел и сразу вижу, что ты явно прибавила. Ты по сколько часов в день тренируешься? Два часа. Это здесь в зале, да? Да, в зале. А потом еще дома. И дома отдельно. А дома сколько часов? Даже не знаю. Где-то три-четыре. Вот так, друзья. Тренировочка перед карнавалом. Два часа в день в зале и три-четыре часа в день дома. Владенька, все, не отвлекаю? Тренируйся. О, молодец. Горжусь нашей девочкой. Мама с сестренкой переживают, смотрят. Привет! Привет! Нервничаете? Очень. Вот пришли поддержать. Обязательно пусть сегодня хорошо выспится. Она нервничает. Сделайте так, чтобы она хорошо поспала. Потому что важный день завтра. До встречи на самбодроме! До завтра! Я говорю это, друзья, я даже не верю. До встречи на самбодроме. Завтра произойдет... Да, именно это. Завтра будет бразильский карнавал. И я, кстати, очень надеюсь, что команда Верадура тоже займет первое, второе или максимум третье место. Потому что я тоже хочу призовое место на своем дебютном выступлении на карнавале. Все, тренируйтесь, пока! На следующую ночь самбодром оживает. Знаменитый парад самбы – ночное шоу. Выступление первой школы начинается в 9 часов вечера. А последний – аж в 6 утра. И так 4 ночи подряд. Сегодня зрители увидят выступления первых семи школ. Среди которых и команда нашей Ларисы. Участники уже вовсю готовятся к выходу. Костюмы надевают прямо на улице. Сюда же подвозят гигантские машины и декорации. Зрители заполняют трибуны. Сердце карнавала начинает биться. Так выглядит легендарный самбодром ровно за 2 часа до начала мероприятия. Гости начинают собираться, команды уже готовы. На перекрытом проспекте сейчас целая выставка настоящих произведений искусства. Все эти машины, собранные вручную, поочередно подъезжают с двух сторон улиц. Вот очень много спасателей вон ночи. Вы руководите отрядом спасателей? Да. Я Дмитрий. Вас как зовут? Рафаэл. Скажите, у спасателей есть работа или, слава бога, нет? К сожалению, у нас всегда есть работа. Всегда есть опасные моменты. Пожары, поломки, экстренные случаи, когда нужно спасать людей. Однажды прямо на самбодроме загорелась одна из машин. Нам пришлось тушить огонь во время парада. Я слышал также, что бывало, что теряло управление повозкой и врезалось в ограждение. Да, это случилось в позапрошлом году. В 2017 году платформа врезалась в зрительскую трибуну прямо во время парада. Водитель не справился с управлением, а люди оказались зажатыми между забором и машиной. В результате пострадало 20 человек. Дай бог, чтобы в этом году все прошло хорошо. Удачи вам. Спасибо. Вот, пожалуйста, спасателей, очень много полицейских. Здесь сейчас режимный объект фактически. Охраняется очень хорошо. Давайте прогуляемся, посмотрим, как команды готовятся к выходу на главное шоу планеты. Вдоль забора очень много костюмов, которые скоро будут украшать самбодром. Также мы видим барабаны. Именно они задают ритм карнавалу. Ну, кстати, друзья, очень интересный момент. Вы можете видеть импровизированные трибуны вдоль всего этого проспекта. Возникает вопрос, почему здесь? Они построены специально для людей, у которых нет денег на билеты или кому билетов просто не хватило. Можно совершенно бесплатно прийти, занять свободное место и наблюдать за карнавалом, но не на самбодроме, а во время подготовки. Это тоже очень интересно. Мы сейчас в этом убедимся. О, какие лошадки, а? Гигантские. Круто. Бон ночи. Здравствуйте. А скажите, что символизирует ваша постановка в этом году? Тема нашей школы «Вилла Изабелла» посвящена городу Петрополису, который основал император Педру II, и его дочери Изабелли, которая отменила рабство в Бразилии. По сути, друзья, карнавал – это театр. И это театр познавательный. Посетив его, можно узнать историю страны. Здесь не просто танцульки, друзья. Здесь все со смыслом. Даже в оценке судей история очень важна. Ты можешь танцевать филигранно. 3000 супертанцорш ничего не решат, если нет истории и нет сюжета. А это, дорогие друзья, очень важное крыло-крыло ветеранов. Здесь только самые почетные участницы школ. В основном это пенсионеры. Добрый вечер. Добрый вечер. Как ваше настроение перед стартом? Прекрасное. Прекрасное, я вижу. Скажите, сколько лет вы уже занимаетесь танцами? В школе «Вилла Изабелл» 15 лет. Тоже 15 лет. 30 лет. 30 лет. Вам нравится, как меняется карнавал в Рио? И вот 30 лет назад было лучше или сейчас? Сейчас однозначно. Кто у вас самый старший участник в вашей школе? Из Баянас вон самая старшая. Иди сюда. Клементина, подойди к нам. Добрый вечер. Как вас зовут? Клементина. Мне сказали, что вы ветеран. Сколько лет уже выступаете в школе? Ну, мне скоро исполнится 84 года. 84? Да вы выглядите на 60. И из этих 84 вы танцуете сколько? Здесь уже 36 лет. Какой по счету сегодня ваш карнавал? О, я танцевала еще до открытия самбодрома. Открыли в 84-м, а вы, получается, в начале 80-х, видимо, еще танцевали здесь, да? Станцуйте что-нибудь. Фантастика, друзья. Это настолько заряжает позитивом, что нет слов. Бабули танцуют лучше, чем я, гораздо. Я, кстати, обратил внимание на интересную деталь. У вас памперсы на плечах. Для чего это? Это защита, чтобы не давил тяжелый костюм. Заодно впитывает пот? Да, конечно. Вот такой секретик у всех. Прокладочки и памперсы на плечах. Потому что конструкции такие... Сколько весит одна такая конструкция? Очень тяжелый. Килограммов 30. Удачи, здоровья, любви. Ура! Тут несколько сотен ветеранов выступает. Каждый-каждый год. И поэтому эти люди заживают до 84 и 84. И такие бодрячки, что многие в 50 позавидуют. Танцы, танцы продлевают жизнь. Эти дамы действительно поражают в самом лучшем смысле. Они уже не настолько молоды, но словно девочки, готовы плясать всю ночь в тяжелом костюме. Хотите, верьте, хотите нет, но женские костюмы на карнавале могут весить от 5 до 80 килограммов. Да, вы не ослышались. До 80. А 30 килограммов – это вообще норма. Длина некоторых костюмов такая, что девушки даже присесть не могут. А ведь скоро им предстоит полтора часа выплясывать на самбодроме. На 30-ти градусной жаре. Всего для одной школы за год создают от 3 до 5 тысяч костюмов. Некоторые элементы очень технологичны. Оснащены подсветкой, дым-машинами и другими секретными дополнениями. Вот эти люди уже занимают свои места. Гигантские подсвечники и девчонки расположились на таких платформах. Здравствуйте. Доброй ночи. Скажите, вам сегодня предстоит здесь танцевать все 80 минут? Да, очень долго. Волнуетесь? Чуть-чуть. Наверное, вы уже много раз выступали? Конечно. Ну все понятно, удачи. Мужики тоже танцуют, а вот это девчонки-экстремалки. Посмотрите, куда забрались. Как высоко. И тоже важно танцевать и не свалиться оттуда. Это, кстати, рискованно. Бывали случаи, что танцоры падали. Эти конструкции не будут просто ехать. Они будут на ходу трансформироваться. Очень много движущихся деталей. Но что именно будет двигаться, это сюрприз. Это зрители узнают только на самодроме. Эти огромные конструкции поражают воображение. В одной колонне может быть от 5 до 8 машин, на каждой из которых до 40 человек. Всю технику заранее привозят на улицу перед самодромом и выстраивают в очередь перед въездом на арену, чтобы в строго назначенное время начать парад. Но даже привезти эти огромные машины не так-то просто. Если помните, когда мы были на карнавале в Амазонке, там фигурой были гораздо больше. Здесь же есть лимит высоты. И он обусловлен вот этими мостами по пути. То есть фигура должна быть не выше моста, чтобы могла пройти под ним. Видите, друзья, случилась неприятность. Не рассчитали высоту и не проходит конструкция под мостом. Кстати, именно высота мостов та причина, по которой практически все конструкции, они разборные. То есть эти куклы поднимаются, кареты взлетают. Можно было бы сразу построить огромную машину, но если бы не мосты. Вот видите, аж трется. Но не сломалось, и все аплодируют. Спритык, миллиметрон. Вот одну голову, к сожалению, отломали, не прошла. И теперь предстоит до карнавала успеть зафиксировать ее обратно. Но они справятся непременно, потому что здесь такие ситуации происходят часто. Боже, как же здесь красиво. Я просто не верю своим глазам. Друзья, все очень нервничают. Самое сложное на карнавале – ожидание своего выступления. В своей очереди, в зависимости от старта программы, можно ждать от нескольких часов до целой ночи. Но нашей Ларисе повезло. Она выступает не в 4 утра, а в 10 вечера. Наступают последние, самые ответственные и напряженные минуты перед началом того, о чем эта девочка мечтала всю жизнь. Лариса, бон ночи! Сбывается мечта Ларисы. Сегодня тот самый особенный день. Она впервые в жизни выходит на самбодром. То, о чем мечтала всю жизнь, к чему готовилась, прошла конкурс. И несмотря на то, что живет в самом бедном районе, что в семье работает только один отец, и они еле сводят концы с концами, она доказала, что невозможное возможно. И сегодня она выйдет на самбодром и реализует мечту десятков миллионов девушек. Смотрите сразу после рекламы. Первый выход Ларисы на самбодром. Какие сложности ее ждут впереди? Нервничаешь? Да, очень. У меня холодок в животе. И как поддержка семьи поможет начинающей танцовщице? Я вижу, что она очень нервничает, поэтому пожелал ей слушать свое сердце и делать то, что она умеет лучше всего – танцевать самбу. Сбывается мечта Ларисы. Сегодня тот самый особенный день. Она впервые в жизни выходит на самбодром. Нервничаешь? Да, очень. У меня холодок в животе. Ты чувствуешь, что мечта приближается, что она уже вот-вот. До нее 100 метров осталось? Да. Патрисия, вы от доченьки ни на шаг не отходите? Конечно. Я должна быстро одеть дочь и бежать переодеваться к своему выступлению. Это вообще уникально, друзья. Вся семья, мама, папа и дочь выступают на карнавале в один день. Помочь вам? Давай. Вот здесь такая металлическая конструкция. Опа. Вот. Ты настоящая королева. Просто королева. Спасибо. А попробуй станцевать в таком виде уже. Друзья, пасистос – это самая престижная роль на карнавале. Именно этих девчонок всегда показывают крупным планом по всем телеканалам. И от того, как они будут танцевать, зависит судьба школы и зависят оценки судей. В общем, самые красивые, самые молоденькие и самые хорошо танцующие самбу – это пасистос. И это большой кайф получить такую роль. А вы в каком блоке выступаете? Мы играем индейцев там впереди. А вот, кстати, салют. И это означает, что праздник начинается. И первая школа выходит на арену. Наша очередь вторая. Мне нужно идти к своим переодеваться. Нам уже скоро выходить. Мы с вами. Идем. Кстати, друзья, прикольно. Декорация – искусственный бамбук и камни. Вы здесь выступаете, да? Да, это декорация на колесах. И мы будем танцевать внутри нее. Это как бы джунгли, да? Да, это бамбуковая роща. А там большой камень, где индейцы прятались еще в период колониальных времен. Давайте я вам помогу. То есть это кусочек Амазонки здесь. А у вас какая роль? Я индейская девушка. Из какого племени? Не знаю. Давайте будете Яна Маме. Хорошо. А вы тоже первый раз участвуете? Нет, я раньше уже выступала за другие школы. Но в хореографической постановке первый раз. Скажите, а муж ваш первый раз? Нет, он уже 24 года выступает. Смотрите, так это у вас такое хобби семейное? Да, нам за это никто не платит. Боже, какая красота. Просто нереально. Амазонка! Ну что, к папе сбегаем? Он в группе барабанщиков. Пойдем поищем. А вот и он. Это мой муж Рикардо. Добрый день. Какая у вас классная семья? Моя индианочка. Вот это класс. Рикардо и Патриция. Вы как родители. Вот что чувствуете, когда дочь впервые реализует такую мечту? Она так радовалась, что я даже подумал, что она выиграла лотерею. Ну, возможно, это и есть отчасти лотерея, потому что участие в роли пасистов в этом карнавале – это дорога в жизнь. После этого открываются очень разные возможности, новые, хорошие перспективы. Пойдем. Я хочу увидеть Ларису перед выступлением. До выступления осталось меньше 10 минут. Родители волнуются. И Ларисе их поддержка сейчас особенно важна. На девочке нет лица. Она боится представить, что через несколько минут исполнится мечта всей ее жизни. И только в семейных объятиях чувствует себя увереннее. Вы знаете, очень трогательно смотреть, как вы провожаете дочку. В этот первый выход – это слезки потекли, как говорится. Какой главный совет от папы, чтобы дочка победила? Я вижу, что она очень нервничает. Поэтому пожелал ей слушать свое сердце и делать то, что она умеет лучше всего – танцевать самбу. Лариса очень талантлива. Уверена, мы победим. Ты прошла такой большой и важный путь, что у тебя непременно все получится. У тебя будет результат, по-другому быть не может. Спасибо. Ну что, я так понимаю, сейчас вы разбегаетесь. И в следующий раз семья воссоединится уже по ту сторону от самбодрома. После финала. Да. Я тебя целовать не буду, но тоже обниму. И вот послышали залпы салюта. В школе Ларисы время показывать то, к чему они готовились целый год. Ну а что касается Ларисы, то теперь все в ее руках. А точнее, ногах и эффектности танца. Вот, друзья, начинается такой шум. Первыми на самбодром заходят барабанщики. Сейчас начнутся настоящие чудеса. Такого вы еще не видели. Смотрите в следующей программе. Как выглядит самый масштабный карнавал планеты. Это какая-то сказка. Я не верю в то, что я вижу. Какие сложности ждут Ларису на выступлении. Бедная не может говорить. И сможет ли она осуществить свою мечту. Видно, что она собралась и выложилась по максимуму. Мы побываем на самом нестандартном карнавале, о котором не пишут в туристических путеводителях. Так вот тут можно знакомиться с девушками. Мы с оператором переберемся в эпицентр грандиозного праздника и сами станем участниками легендарного шоу. Карнавал в Рио-де-Жанейро. Взгляд изнутри, с изнанки. Прямо из сердца самбодрома. Если камеру заметят, меня просто выгонят. И узнаем, чем закончится соревнование лучших школ самбы Бразилии. Субтитры создавал DimaTorzok